Это мастерская, в которой мы работаем. Ну это гараж под домом, тепло, хорошо здесь. Ну в принципе у нас зима не холодная, там 5-6 градусов тепла и 10 градусов в мастерской. А этого показа, как мы на поток ставим, вот нам заказали 10 бочек. Ну не 10, а 20 мусорок заказали, в которых на пансионате будут стоять и ведра, и в эти ведра будут кидать мусор. Вот такой, будем говорить, интересный подход, то есть оформление мусора под бочки, которые сделаны из бетона. Ну чтобы это ускорить, мы вот посмотрите, нагнули вот таких, будем говорить, сечений. По той кастрюле мы гнули ее и сварили. А теперь мы поставим на поток вот сколько надо. Вот видите, уже выгнуты такие боковушки. Потому что, ну бочек много, посчитайте, сколько боковушек надо, сколько сечений. Допустим 10 бочек, значит получается по 3 сечения, уже 30 сечений. Если это на поток поставить, то можно ускорить процесс, а все это себестоимость или там ваша зарплата. То есть если вы это механизируете, или как можно механизировать, или там хотя бы как-то упорядочить эти изготовления каркасов, то это ускорит процесс и облегчит работу. А это все влияет на себестоимость. Вот смотрите, мастерская, стол сварочный, ну не сварочный, стол скульптурный, конечно, это хорошо. Был бы он чистенький, была бы масса. Вот теперь я думаю, как мне сделать сварочный цех, потому что, ну одно дело, работаешь на участке, где-то на выезде, ну мы там делаем сразу же сварочный цех. А здесь дома, вот как бы тоже надо, сейчас появились заказы, или с этим карантином мы пытаемся работать дома. И поэтому надо так или иначе попытаться нам этот процесс автоматизировать, или как там немножечко упростить, облегчить работу. Вот такой стол, чтобы мне не наклоняться, а это тоже играет роли. Вот Толик варит, а я там снимаю и помогаю. Короче, мне не скучно, я кручусь здесь. Ну, я тоже тот, как бы говорится, мозги, скажем, компьютер, который так или иначе влияет на этот процесс. Я стою, как бы главный, ну не сварщик, а скульптор, который делает каркас, ну как я, ну давайте подсовник, потому что сварщику он главный в это опираться, ну ему надо все подать и решить многие вопросы. Потому что так быстрее. А его дело он зомби сварщик, он должен так, смотри, встать и типа полотна, раз, два, три, четыре переварил. Раз, он не должен думать, он не должен там, ну как думать, конечно, он должен. Ну вот мы поварили все это дело, моя задача уже уходит на вторую сторону. И вот Толик уже обвязывает сеткой и начинает делать черновую подготовку. Ну это уже как бы на второй день. И вот сейчас будет фильм как бы второго дня, именно уже растворный узел. Вот Толик уже встал дома, проблем нет, и ты можешь найти время, во сколько тебе удобно. И вот он делает раствор. Мы купили специально новую бетонную мешалку, то что старая уже не хочет мешать, она весь дом построила. А это наконец мы взяли экспериментально мешалку немножко другой конструкции, посмотрим как она себя ведет. И я расскажу вам, ну вот будем говорить, как она себя покажет. Смотрите, а в чем она другая? У нее сзади находится редуктор. А тем в бетонную мешалке у них не редуктор получается, а как бы по диаметру идет шестерня. И она, ну часто и выходит износ, и шестерни, и грязь попадает, возникает проблема. Ну взяли мы такую бетонную мешалку, хорошо или плохо, ну через время я вам расскажу. Пока нам нравится, хорошо весит, а это у нас такая мини-мастерская. То есть мы сделали такой стол, чтобы не наклоняться и стоя работать, будем говорить, дома это можно делать. Опять наша проблема в том, что мы обычно работаем на выезде. И как бы дома мы мало работаем, ну зимой у нас есть время, и с этим карантином у нас появилось больше времени, и мы начинаем немножко этот бизнес строить у себя, ну у себя, будем говорить, в области или там в городе. У нас появился заказчик, это пансионат. Пансионат заказал таких вот бочки, они, бочки-мусорки, не цветочники, они говорят, вот мусорка плохо звучит, что оно плохо звучит, ну если у меня задача быть мусоркой, ну а что плохого в этом. Вот заказчик видит в этом смысл, он расставит у него большой пансионат, пятиэтажный или пятиэтажный, и у него будут такие вот бочки, в которых будут стоять пластмассовые бедра, и в них можно будет кидать мусор, и как бы эти бедра прятать, ветер их не будет вздувать, и, ну короче, вот такой замысел. То есть, очень такой, конечно, заказ хороший, дом имеет такую работу, но вот фильм о том, как же эту работу сделать. Вот вам я покажу длинный фильм о том, как можно сделать вот это 10 мусорок, ну там у нас не 10 мусорок, у нас будет 20 мусорок или 20 цветочников, но в данном случае мы делаем 10 одинаковых мусорок однотипных в виде бочек. А следующий уже будет фильм, ну попозже, о том, как сделать вот эти мусорки разных видов и разных типов. Вот в данном случае, смотрите, вам показан полноценный мастер-класс, кто-то говорит, вы не показываете секреты, там так и нету секретов, бери да машь, то кто хочет, как хочет, тот и машет. Один машет, допустим, как Толик, не заморачивайся, другой может опалубку сделать, это вопрос характера и понятия. Он может такую внутрь картонку поставить или жестянку. Ну, конечно, если бы их сотнями делать, я бы что-то придумал бы, просто вставил сюда оцинкованную такую типа бочки, кинул бы ее, и это быстро поштукатурил. Ну, вот так вот, пока идет такой объект, Толик не заморачивается. Это у нас вот цемент турецкий 550, в этом цементе находится пластификатор, специально не пластификатор, а, скажем, давайте так, ускоритель схватывания. Очень хороший раствор для обмазки. Теперь мне просят постоянно говорить о том, какой раствор мы делаем. Раствор мы делаем один в двух. Это уже правило. То есть, марка 550, одно ведро цемента и два песка. Ну, конечно, это дорогой раствор, ну, зато проблем меньше, легче мазать. То есть, ты быстрее делаешь работу, и у тебя есть запас прочности. Если ты где-то ошибьешься, там, чуть больше песка дашь, у тебя есть прочности запаса, и он, этот раствор не будет высыпаться. Вот, Толик становится, так вот, и он, смотрите, такую типа сеточку делает. Он встал, отключил мозги, и сейчас помажет его. И мы примерно по дням, я буду показывать, сколько в день он делает работы. Ну, ладно, нам же тоже интересно. Он встал, за день он помазал. А это, видите, с утра уже начинает прихватываться такой раствор. Ну, если бы это было бы жара, все-таки 8-10 градусов, ну, не так, ну, недостаточно для, для таких, для этого раствора, ну, чуть дольше схватывается. Ну, все равно дома работать комфортно, ветра нету, дождя нету. То есть, вышел в тапочках, поработал, зашел, чай, кофа. То есть, это, ну, свои преимущества. И мастерская есть мастерская. Все равно ты можешь, ну, как-то себе механизировать, обустроить работу. А на выезде это надо все делать. Ну, как бы, это, ну, то есть, обустраивать свою мастерскую. Вот, смотрите, уже он начал на потоке, помазанный вот этот раствор. Он постоял, ну, с утра, там, час-два-три, и начинает потихонечку, видите, уже беленький. А если он беленький просыхает, вот, то уже на него слой вложить проще. А это день назад, смотрите, уже бочка белая. И теперь этот чистой строй гораздо проще будет работать. Теперь есть, куда влаге уходить. Вот видите, смотрите, он уже крепко, это вчера положил. Ну, здесь и котел, может, какой-то дает тоже эффект, может, на пару градусов здесь теплее. Ну, просто ему он постоял. А теперь слой, когда мы положим, влага быстро заберется на вот эту старую штукатурку, и пойдет, как бы, гораздо процесс пойдет быстрее. Вот посмотрим, что Толик сделает за этот день. То есть, за один день он одну работу сделал, за второй день он помазал, или третий день. Ну, в принципе, не принципиально, сколько дней он работы. Важны результаты и принцип работы. Вот мы так и работаем. То есть, смотрите, на поток он делать будет эту работу начисто, а то, что останется, будут домазывать те бочечки. Вот у нас такая бетономешалка, я его показывал. Мы ее испытываем сейчас. Насколько она конкурентна со старыми бетономешалками, там немножко другой принцип. Ну, посмотрим. А это вот уже вчерашняя штукатурка. Вчерашняя штукатурка. Она вот беленькая уже, и теперь подготовка будет проще. Будет проще и помазать новый ростом. Ну, главное сделать первый слой. Вот там, вот прошло день, два, три. И потихонечку, видите, то, что мы помазали, оно уже крепкое, и сеточка натянулась. А здесь уже, смотрите, идет работа начисто. То есть, по этой уже подготовленной поверхности Толик сделает начисто бочку. Ну, посмотрим, сколько за день он сделает. Я днем снимаю, и под вечер прихожу, снимаю результат его работы. Ну, здесь вот и Ксюнька вышла. То есть, дома все мы можем выйти и посмотреть, чем Толик занимается. А вот и результат его работы. То есть, он эту бочку, видите, помазал, она уже готова, осталось ее кисточкой замыть, набить такие доски, и работа будет почти готова. Останется только сделать вот эти металлические обручи. А здесь уже, видите, две бочки сделаны начисто. А это одна бочка у нас немножко получилась и нестандартная. А эти две бочки тоже идет подготовка, вот ведерко, и получается такой на поток поставлен. Ну, а с одной мороки много. Когда тебе их 10 штук, ты там мазнул, там мазнул. И все это, как бы процесс ускоряет. При правильной организации труда можно достаточно быстро делать вот эти работы. Будем говорить, один мастер, он в день может сделать там две, ну, три бочки сложно сделать, ну, две сделать бочки, а те сделать подготовку. И тогда потихоньку ты готовишь, готовишь, потом раз, и объект уже получается введен начисто, как его сделали. А это у нас как бы две комнаты. У нас столик здесь есть, на одном столике вместилась бочка тоже, она готовая уже под чистовую, а одна стоит на полу. Ну, тут уже идет, я показываю, что белый цвет уже сохнет, и вот этот, на утро я пришел, проверяю работу, а она уже крепкая. Ну, почему крепкая? Потому что сама бочка бетона, она подсохла, и очень быстро уходит влага, будем говорить, с обручей, и схватывание раствора ускоряется. А то первый слой, влаге некуда было деваться, и процесс был больше схватывания, дольше схватывался этот раствор. А теперь вы смотрите, вот такой интересный процесс, как бы набиваются доски, ну, можно маяк сделать, можно на глаз сделать, ну, вот, будем говорить, насколько это видно, вот здесь еще одной доски нету, или просто это деформация, камера, может, немножко искажает размеры вот этих досок. Вот такая у него есть, будем говорить, арматурка, да, видите, камера с одной стороны показывает, вроде как бы широко, но на самом деле там все нормально. И вот Толик взял арматурку и прочерчивает доски. Ну, уже видно, у него там, вот там мусорки написаны, то есть, такой тоже прием, типа, кованный такой элемент, чтобы люди знали, что это мусорка, а не цветочник, то есть, ну, и опять оно, такой дизайнерский ход, который, ну, не портит работу, а, ну, как бы ее усиливает, или делает более интересной. Опять это вот, Толик нашел такое приспособление, которое ускоряет этот, будем говорить, процесс разметки, вот этих досок. Ну, для этого надо, опять, аккуратность, надо характер иметь, чтобы, ну, вот, просто поставить все задачи и выполнять ее. И вот, получается, что бочек много, там получается один процесс идет, потом налаживается слой и делается второй процесс. Потом вырезка идет, и вот эти заклепочки ставятся, ну, это надо делать все вовремя. Если прозеваешь, будешь их вырезать. Если ты их успеешь вовремя, значит, ты просто продавишь, и это будет быстро. Работа эта по орбитону не любит, чтобы ее бросали на полпути, потому что, если ты чуть-чуть пропустишь правильность процесса, то на следующий раз тебе просто будет намного сложнее. Дольше ты будешь делать этот процесс, вырезки, или там, вот, заклепки, все надо делать вовремя. Но для этого надо знать сам техпроцесс. Ну, делаю вот такой длинный фейн, потому что все говорят, нету мастер-класса, вы там что-то скрываете. Ну, вот опять, смотрите, вот растворный узел, мы делаем раствор один к двум, все просто, ведро цемента и два песка. Вот песок, это очень важно. Вот там, где я живу, у нас очень хороший песок. Он вот такой чуть-чуть глины там и он у нас называется кучегорный или карьерный. И у нас, как бы, камней мало, ну, короче, у нас повезло, у нас хороший песок. Есть места, где песок глинистый и от процента глины это тоже важно. Зависит, когда схватывается вот эта конструкция, то она начинает рвать, если много глины. появляется микротрещина. Ну, многие задают там фибру, ложим, не ложим. Да не ложу эту фибру, я не вижу в этом никакого смысла. Может, где-то эта фибра нужна. Я не настаиваю, не навязываю. Я вот не делаю фибру. Это головняк лишний. Потом не будешь знать, что с этой фиброй делать, надо ее полить. И, как бы, это просто мусорка и я не заморачиваюсь. Просто не парюсь по этим погоду. Даже кребета покрасит, отвезет заказчик, заказчик даст денег и то ли пойдет их тратить, купит там, не знаю, что там он купит, колбасы или кто что хочет. То есть, я в этом смысле не вижу. Это просто цемент, просто мусорка, бочка и так может, какие-то мелкие работы они требуют фибры. Я не понимаю. Ну, фибра может хорошо, но это лишний головняк, с ним руки. То есть, она не смешивается. Не знаю, не понимаю. Короче, я этим никогда не пользовался и не вижу в этом смысла. Может, у кого-то есть свой опыт, свои понятия. То есть, я как бы вот делаю, я показываю, как делаю я. Вот он берет, сейчас вырезает, поставил на поток, смотрите, двумя руками берет резак, резак короткий, потому что, чем меньше рычаг, тем нагрузка на кисти легче, как бы легче работать. То есть, работаем вот такими мастерками, это тоже годами отработанные технологии, опять, навыки работы с инструментом, это тоже годами отлаживается. И самое интересное, у каждого мастера свой навык работы и привычка работать с определенным инструментом. Вот тут такая бочечка, вот так она выглядит. Ну, есть уже фильм, как мы красим бочки, я не знаю, по порядку их поставим, по порядку, но кто захочет, при желании, можно найти там очень длинный фильм и мастер-класс, как мы красим эти бочки. Вот теперь он, то есть, разбив бочку по этим, по сегментам, выцарапал мелкие штукатурки сделал, то есть, текстура старого дерева, а теперь еще берет и добавляет, как будто, такую текстуру, типа, сосновой, дубовой доски, они имеют определенную структуру, как бы усиливает, будем говорить, рельеф этой бочки. Потом это все щеточкой зачистится, когда высохнет, и при покраске оно будет нормально смотреться, ну, как старое дерево. И вот на этом фоне мы и делаем фасады под дерево, ну, просто у Толика уже богатый опыт, он 200-300 квадратов сделать фасада, теперь потом у тебя под доски, то есть, это бочки ни о чем. Вот, видите, и смотрите, дерево, вот раствор, он сейчас как бы подстыл, и, когда он режет, он идет со скол, такой, этот скол, он не портен, а если бы оно было там более мягкое, не было такого скола, а если было бы слишком крепкое, то очень сложно было бы это выцарапывать, то есть, нагрузка была большая, поэтому надо делать вовремя это все, и все это играть тоже на скорость работы. Ну, короче, такой фильм, вам более подробный, сняли, как бы, онлайн-режим, как типа умное слово такое скажу, вот так мы работаем, и я заходил, каждый день понемножечко снимал, получилось бы, типа, 20 минут фильма, ну, не знаю, хорошо, это плохо, люди-то больше трех минут ничего не смотрят, у них на это терпение не хватает. Ну, это ихнее дело, то есть, мое дело показать вам, ваше дело смотреть, и для себя решать, что вам интересно, что вам нужно. Ну, я вам покажу еще фильм, кусочек, ну, как вот вывести эти мусорки с подвала, ну, вот мусорка тоже покрашена, но есть отдельный фильм по покраске и вывозке, будем говорить, этих мусорок, ну, допустим, заказчик тоже задает, как это сделать, ну, вот такая есть, такая тачка, она поднимается, есть вот такие приспособления, которые можно улегче держать и поднимать эту мусорку, и вот так они взяли и повезли ее заказчику.